АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ 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 Особенно рыцарского отношения вообще к театру. К театру не просто грузинскому, российскому, а к театру как мировому сообществу, как к возможности быть друг с другом, как с возможностью общаться друг с другом посредством театра, воспитывать друг друга. Быть друг с другом просто потому, что если мы не будем друг с другом, то мы уже вообще, все, конец. Мы уже дошли до той точки, когда дальше уже идти некуда. Вот если еще можно было говорить раньше, ох, еще один шаг остался. Ничего не осталось. К сожалению, но ничего не осталось. Поэтому значение для меня Резо Габриадзе еще и в этом, помимо всех его уникальных талантов, в том, что он вот этот проводник, проводник международный, проводник театра как средство вообще коммуникации и человечности. Вот это абсолютно точно. Абсолютно точно. Поэтому я чрезвычайно рад твоему приезду и желаю вам, чтобы вы получили духовное какое-то настоящее удовлетворение, какие-то знания, я уверен. Не мучайте, конечно, нашего друга сильно, но тем не менее он, я уверен, кое-что вам расскажет. Спасибо тебе большое. Здравствуйте, дамы и господа. Меня зовут Волков Максим. Я являюсь организатором гастролей театра. В Санкт-Петербурге вот уже второй раз мы привозим театр замечательного Реваза Ливановича. И в этом году, как уже сказали, в юбилейный год, год 80-летия художника, Реваз Ливанович сам приехал в Санкт-Петербург. Для него это большое событие. Для нас тоже. Работать в этом замечательном театре для нас, ну, так сказать, большая честь. Если у вас есть сегодня какие-то вопросы, перед тем, как мы покажем вам небольшой кусочек спектакля, пожалуйста, задавайте. Но будьте кратки, пожалуйста. Спасибо. Большое спасибо за ваш интерес к нашему театру, к нашему приезду. И что, что вы здесь, для меня это очень полнительно, и очень, это касается сердца, и, ну, в общем, это ценно очень для меня. И что это вы, и что это в Петербурге, в том Петербурге, который я так любил и очень много работал здесь. Много рисовал, писал, и вот я здесь сейчас уже 100 человек. И вижу вас, спасибо. Вот так. Я готов отвечать на ваши вопросы. Близон Иванович, скажите, пожалуйста, будет ли у вас здесь мастер-класс? Просили ли вас об этом? Соглашаетесь ли вы на мастер-классы? И будете ли вы все 10 дней гастролей здесь находиться? Приедет ли ваш сын еще? У меня никто не просил мастер-класса, и, наверное, не будет, потому что у меня есть проблемы со здоровьем. И я между врачами нахожусь, во время него надо святого врача туда идти, а он опять куда-то пошлет. Вот такая у меня сейчас старческая жизнь. А так, конечно, мастер-класс – это важное оружие и в искусстве, и вовсюм, особенно в искусстве. Ну, вот. А вы едете в ваш сын? Мой сын очень хочет приехать, он наследовал любовь за Петербург, но он сейчас съемки у него нового фильма. И он хотел, он должен быть сегодня здесь, и потом в последний момент опять расстроился. Вы знаете, кинорежиссерство какое-то дело. Там что-то, там что-то, там вдруг солнце откроется, или дождь пошел, или еще что-то, или кто-то еще заболел. И я бы еще хотел сказать, собственно, вы его вспомнили про Лео Габриадзе. Мы совсем недавно, два месяца назад в Москве презентовали, открыли мультимедийную выставку. Это же не выставку, а проект, так скажем, который называется «Необыкновенная выставка. Театр мультимедиа и кино». Это все было в Москве. Мы два месяца находились практически в помещении музея Москвы, где было оборудовано специальное мультимедийное пространство, в котором мы постарались отразить все грани творчества Лезо. И художественные произведения, и графику, и герамику, и кино. Было такое очень интересное пространство, но, к сожалению, мы в Питер не смогли этот проект привести. Ну, по многим причинам, от нас независимых. Но, собственно, проект буквально позавчера закончился, потому что на самой территории был построен небольшой театр. Мы постарались воссоздать эту атмосферу Тбилисского дворика, этого уникального театра, который находится у Лезо в Тбилиси. Мне кажется, у нас получилось, но, к сожалению, вот здесь мы вам это показать не можем. Как раз, собственно, автором выставки, помимо того, что Резо принимал в этом участие, был Лео Габриадзе. Вы это писали. Коллеги, есть ли еще вопросы? Или мы пригласим вас в зал, покажем фрагменты? Давайте последний вопрос, да. Батонна Резо, я вас приветствую. Спасибо, что вы украсили сегодня наш день своим присутствием. И я хотел бы узнать, вот вы, выдающийся художник, режиссер и просто мудрый человек, как вам сегодня живется в нашем неспокойном мире? И начинающих художников, режиссеров, от каких бы ошибок вы бы хотели уберечь? Спасибо. Тут вопросы однозначно, чувство тревоги. Но тревога была и в XIX веке, и в XVIII веке, и так далее. Но тогда было не так много, и не возможности наши были скудные. Не такие. Лошадь, кинжал, вопли и, может, еще и камень. Самое старое оружие у человека. Сейчас, конечно, огромное растерянное в мире. Но когда говорят, что у нас так, это, то будьте уверены, что то же самое и во всем мире. Какой-то человек, остановившийся человек, устой, не знаю, что куда-то здесь. Это похоже на потерянность в чужом городе или в степи, или в лесу. Ну, я смягчаю. На самом деле, очень, очень трудные, трудные моменты. Когда я с кем-нибудь спорю, не спорю, а беседую, спорить смысл материала, кстати, то обычно слышу, что я не хочу, во-первых, навязывать вам старческий пессимизм ухода из жизни. Это так. Но, с другой стороны, имея столько химических заводов, чуть ли не в каждой деревне, в городке, имея какие-то бактерии, и имея интернет, который оказался университетом всего, что есть, даже этой пробки. Университет, как делать эту пробку? Пожалуйста, войдите в интернет и ввезем. Тот человек, конечно, разумный человек, и даже не малоразумный, или слаборазумный, тоже подумали, что, о, дело серьезное. Дело серьезное. А так, если образом говорить, то для меня такой образ, я, кажется, очень пошел куда-то. Извините. Это очень интересно, что, да? Для меня образ современных человек, это супермаркеты, корзин, это коляска вот эта, как она, коляска? Тележка. 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 Тележка полная, и все, каждый из вас, помнит этот весьмысленный взгляд никуда. Вот он, этот образ для меня, так и шествует. Образ этот часто, часто вижу, я даже очень активно в какой-нибудь политике сейчас какие-то идут диспуты, они стоят, друг другу не дают говорить и так далее, и так далее. В этом немножко есть филармония уже появилась. Одни и те же исполнители, там можно уже давать народную, заслуженную, исполнительную диспуту и так далее. И можно предупреждать следующую любовь. Ну, дальше что еще? Чем еще? Я не знаю. Лучше в этом случае, если это позволяет, время, лучше всего тогда немножко выпить. И от каких ошибок вы, молодых режиссеров, хотите уберечь, которые только делают свои шаги? Вообще, это не только режиссеров, но всего это касается, как многие искусства, да и не искусства, тоже превратились в разговорный шаг, особенно, ну, просто человек хорошо строит сложно подчиненные предложения. На две-три страницы есть такие же еще строят. И они от этого тоже их укачивают, и актерам укачивают. И потом что-то такое, получается, соответственно. Я хотел бы сказать, что надо быть коротким, продуманным и не загромождать и так очень перегруженного актера, перегруженным своим выбором в жизни, перегруженным тем, тем беспокойным, что он у него сидит как у актера. И не забывать, что это самое мистическое искусство. Я даже не понял, почему человеку нравится изображать волка или табуретку. И в это время наступать на него надо очень холодно. Я это никому не учу, а просто говорю своим опытом. Ни в коем случае не перегружается. Это все равно, если конструктор вдруг начал говорить о рычаге, что рычаг чуть ли не в поезд попал бы, хотя в рычаге есть поезд. Спасибо. Здравствуйте, Наталья Черных, московский комсомолец. Скажите, пожалуйста, есть ли у вас пугодолгожитель и сколько лет он находится рядом с вами? Какая самая страна? Они обычно работают с спектаклем, потом другие их заменяют. Это большая и на самом деле серьезная тема. Искать там какой-то сантимент, не хотелось бы найти сантиментальность. Просто они ходят, имея западный опыт, имея опыт в музее, в Германии, в Италии, в Белгии. Они очень даже хорошо работают как музейный экспонат. То есть дома у вас никто не живет, ни одна кукла. Дома у вас ни одна кукла не осталась, никаких любимых нет, никто не живет. Я не понял. Думал, почему они нужны, а не театр. Меня часто спрашивают... Представьтесь, господи. Я не вам веду лоб, скажи, меня часто спрашивают, а молодые журналисты, что делают пугод, когда ночью, когда они остаются. И что они делают? То же самое, что делает молодочек с сапожем. С сапожем, и Антон ходит. А он остается в плечами, не выпивший маленьким молоток специально. Ничего не делает. Это невозможно ответить, потому что молодец говорит, что столько молекул. А там еще молекулы, еще что-то, наверное. Слушайте, нормально, микрофон. А, да, слушай, у меня все хорошо. Резоль Иванович, мы очень рады вас видеть. Вот правда, поверьте, мы все пришли. Мы так вот хотим вам сказать, во-первых, спасибо за все, что вы сделали в искусстве, для людей. А я хочу спросить, а что вам сейчас представляет радость, хоть маленькое удовольствие в быту, в работе, в жизни, мечта какая-то? Ну что-то, мысли какие, что вам бы хотелось бы? Обычные человеческие радости. Молочка что-то сделала, радость. Ну, абсолютно радость. Я не отношусь к тем людям, которые накачивают себя чем-нибудь. Как есть, все, все радость. Можно заплакать. Я от Шелеста Листика, это тоже, ну, бывает. Я хотел бы еще вернуться в Питерский, в Петербург. Здесь есть очень хороший журнал «Этэжэ», который, по-моему, единственный, я остался в России. При этом, он 400 кентр, я думаю, до России, кажется. Но единственный матовый журнал. Вот, я почему-то подумала, что вы оттуда. Ну, я подумаю об этом, спасибо. Может быть, это было бы. Дамы и господа, наверное, мы вас готовы пригласить в театр на маленький кусочек спектакля. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Спасибо.